Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала DVPlay Video, а также посетители сайта DVPlay.ru. С вами снова Пётр, и я приветствую вас от себя лично, а также от имени компании DVPlay. В сегодняшнем видеообзоре мы вместе с вами познакомимся с еще одним светодиодным фонарем в классическом исполнении. Раскрашенным в так называемом стиле милитари серия Polis с артикулом HLW110C. О том, что светодиодный фонарик, купленный в магазине DVPlay, будет прекрасным подарком и для себя, и для любого хорошего человека, которому вы хотите сделать приятно, я отвержу в каждом видеоролике. Это действительно так. Фонарик необходим и рыбаку, и грибнику, и велосипедисту, и дачнику. Но аж если вы автомобилист, в бардачке вашего автомобиля, на мой взгляд, фонарик просто обязан быть. Итак, повторюсь, сегодня у нас в обзоре классический фонарик серии Polis с артикулом HLW110C. Упакован он в такую коробочку, которая перед вашими глазами. Коробка добротная, с изображением самого себя, ну то есть самого же фонарика на ней же. Коробочка, повторяюсь, добротная, и на мой взгляд, не требуется никакой дополнительной подарочной упаковки, чтобы подарить хорошему человеку. Подарить в ней этот фонарик будет не стыдно. Ну а теперь давайте посмотрим, что находится внутри, познакомимся с комплектацией этого фонарика. В комплект фонарика Polis HLW110C входит сам фонарик с ремешком на руку, аккумулятор съемный, емкостью 5800 мАч, чехольчик для этого аккумулятора, сетевое зарядное устройство, автомобильное зарядное устройство и вот такой вот адаптер. Он позволяет установить три мизинчиковые батарейки для работы фонарика именно от них. Но это на случай невозможности зарядки штатного съемного аккумулятора. А сейчас пришло время немножко познакомиться с самим фонариком, с его конструктивными особенностями. Выглядит он вполне себе обычно, как стандартный, в общем-то, компактный, я бы сказал, карманный фонарик. Сборка качественная и аккуратная, никаких претензий. Фонарик металлический, удобно так располагается, комфортно в руках, ну, в меру тяжеленький. Сзади у фонаря располагается откручивающаяся крышка. Сюда мы устанавливаем либо штатный аккумулятор, либо обойму из трех мизинчиковых батареек с помощью адаптера, который я вам уже показывал, когда знакомил с комплектацией. Фонарик удобно ложится в руку. Кнопочка управления располагается также удобно под большим пальцем руки. С ее помощью мы включаем-выключаем фонарик, а также переключаем между режимами. А режимов у фонаря три. С ним мы познакомимся чуть позже, когда будем смотреть его в работе. С противоположной стороны от кнопки находится за резиной вот такой заглушечкой разъемчик. Сюда мы подсоединяем блоки питания. Они служат для зарядки съемного аккумулятора. На передней части фонаря располагается гайка, которую я сейчас кручу. Вращая ее, мы меняем световое пятно от максимально широкого и близкого к нам до получения максимально узкого, ну и соответственно дальнобойного луча. Здесь линза. За ней расположился один светодиод. Так, ну что ж, с внешним видом мы познакомились. А сейчас я выключу свет, притушу свет и попробую показать вам, как он будет работать, как все это будет выглядеть в комнатных условиях. Свет я притушил, нажимаю кнопку включения на фонарике. Фонарь включается в первом рабочем режиме, в режиме яркого светового пятна. Нажимаю еще раз кнопку до щелчка, фонарь выключился. Еще раз, фонарь включился. Включился он во втором режиме, это режим работы в полнакала. Еще раз нажали, выключили, еще раз нажали, включили. Третий рабочий режим, режим стробоскопа. Еще раз нажимаем, выключился, нажимаем, включился. Включился в первом режиме, это режим яркого светового пятна. Вот по такому алгоритму переключаются режимы этого фонарика. Также между этими режимами можно переходить путем, когда фонарь уже во включенном состоянии, мы можем как в фотоаппарате наполовину утапливать кнопку включения и выключения, и фонарь будет переходить между этими тремя режимами. Вот наполовинку утопил, переключился в режим работы в полнокала, наполовинку утопил, режим стробоскоп, наполовинку утопил, яркий световой режим, то есть наиболее яркий световой поток. Пол накала, стробоскоп Вот таким вот образом работает этот фонарик Я думаю разберутся все без проблем Итак, обзор светодиодного фонарика Polis с артикулом HLW110 Подходит к концу У нас в обзоре был светодиодный классический фонарик С ярким регулируемым лучом света У фонаря один светодиод Есть съемный аккумулятор Сетевое зарядное устройство в комплекте Также автомобильное зарядное устройство в комплекте И адаптер для трех мизинчиковых батареек Ну и также в качестве бонуса Приятная цена в магазине dvplay.ru В целом фонарик Polis HLW110C Производит очень приятное впечатление Такой в меру тяжелый, удобный, яркий, компактный карманный фонарик Для тех кто заинтересовался этим симпатичным светодиодным фонариком Обратите пожалуйста внимание на ссылочку Которая располагается под этим видео Перейдя по ней вы попадете на сайт dvplay.ru На страничку с этим устройством Там вы сможете узнать актуальную на сегодняшний день цену Которая однозначно вас порадует Ну и естественно при желании сделать заказ на этот замечательный фонарик Я же с вами прощаюсь Жду вас в следующих видео Не забываем подписываться на наш видеоканал С вами был Петр Всем пока